я родилась в семье неверующих родителей и в моем окружении вот как я себя помню среди родственников и друзей не было верующих людей не было христиан тех кого бы я знала но я все равно каким-то образом я знала что бог он есть то есть я извне слышала о нем потом я знала что у нас храмы я видела то есть и я знала что где-то есть верующие люди а вот и вера она уже жила во мне то есть я знала что бог есть и я даже помню себя маленькой когда я молилась что-то богу говорила рассказывала и моя мама мне сказала что меня прабабушка моя вот она была христианкой и как только я родилась она успела меня подержать на руках и через какое-то время она умерла но мне кажется что вот она меня просто благословила может быть она помолилась за меня и мне такое ощущение что я как будто я в бога верила чуть ли не самого рождения а вот ну вспоминая свое детство могу сказать что у меня было очень много внутренних переживаний таких даже ран я бы сказала у меня замечательные родители я очень любила уважала но у меня была такая нехватка нехватка любви то есть я не помню что как там и время так особо проводили вместе потом меня не спрашивали как у тебя дела чем-то занимаешься как у тебя в школе я привыкла в общем-то жить сама по себе то есть такая внутренняя у меня такая была жизнь я накапливала какие-то моменты жизненные и я ими не делилась потому что не могла подойти к маме поделиться личными какими-то переживаниями потому что как-то не сложилось у нас вот таких теплых доверительных искренних отношений друг с другом но это приносило мне какие-то такие страдания я помню вот и хотелось слышать что ты любима что ты ты единственная там вот но бывали слова там скажем там тебя ничего не получится там ты такая ну я слышала мне говорили другие люди там ты молодец талантливая все но больше запечатлелось именно вот то что я слышала более близком окружении своим вот и как-то я даже не знала что с этим делать но помню что я уже будучи маленькая сама какие-то решения в жизни принимала скажем мне не советовали там что делать не направляли там как жить я помню я решила что мне нужно научиться играть на пианино вот я приняла такое решение я помню что еще детского садика пианино для меня это был какой-то космический какой-то инструмент шедевральный я просто очень мечтала на нем научиться играть я стала дергать родители купите мне пианино купить пианино вот они горит зачем успокойся ну зачем тебе это и так купите мне пианино просто и приставала но не говори но дорого стоит мы не можем по тем временам да дорого но я все равно я не уставала потом нас была преподавательница в школе она давала частные уроки платные вот я пришла к ней говорю пожалуйста научите меня играть на пианино она девочка у тебя есть инструмент дома нет извини и я опять купите мне пианино купить пианино и вот однажды мне было где-то лет десять я захожу в свою комнату я приехала из лагеря меня в каждый год отправляли я захожу свою комнату и вдруг я вижу стоит она настоящая я просто я была так шокирована я так благодарила родителей они мне купили в комиссионном магазине подержанная пианино и я была счастлива вот и конечно потом я занималась с преподавателем четыре года вот то есть я я приняла решение я как бы все вцепилась за это потом ну как то вот все сама делала как я помню себя там куда поступать после школы вуз какой-то привыкла что я предоставлена сама себе и очень очень не хватало вот вот этого вот близкого отношения с родителями и вот из-за этой нехватки любви уже когда у меня был подростковый возраст это где-то было начало девяностых годов то есть там вообще непростое время для страны развал советского союза и я подросток у меня внутри это каждый день не рушится то есть там эмоции все это кто-то в себе держит кто-то выплескивает переходный период и я уходила с друзьями я уходила с друзьями просто вот на улицу куда-то общаться то есть все что мне нужно было это но быть принятой быть любимой потому что вот именно в те моменты очень сильно во мне было что я как это лишняя такие мысли у меня были что я никому не нужно зачем вообще я живу я задавала себе этот вопрос очень часто в чем смысл жизни зачем я вообще на этой земле вот и я уходила с друзьями это были плохие компании это был алкоголь я думаю что я вот именно этим я как-то заглушала вот эту боль которая была во мне такая заниженная самооценка отверженность такая глубокая была вот и я настолько ну как сказать перестала ценить что ли свою жизнь что я подумала ну все теперь я не буду держать никакие тормоза ну то есть я отпустила тормоза я как покатилась то есть это 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 было такое мое такое падение я понимала что все что я делаю это плохо но я не могла остановиться вера в бога она была в моем сердце и мне было тяжело от того что я делаю и я не могла остановиться и мне казалось что все ниже и ниже я как-то да опускалась так как отказал как сказал один человек что ты уже так низко что ниже плинтуса что ты просто ты уже вообще не понимаешь где и что и в тот момент я помню во мне стала происходить очень сильная борьба то есть бог для меня уже был чем-то драгоценным чем-то вот трепетным таким внутренне я уже молилась в детстве я помню я стояла на вокзале я ждала свою подругу и в моем сердце стала происходить вот эта борьба я услышала голос я услышала голос бога я понимала что бог говорит ко мне и бог говорил отдай мне свое сердце его голос был очень нежный очень любящий и он он меня призывал у меня призывал к себе и в этот же самый момент я услышала другой голос это другой голос он не говорил я понимала что это голос дьявола я не знаю откуда но я это очень чувствовала и другой голос мне говорил не отдавай свое сердце богу если ты отдашь то все вот это веселье которую тебя есть она прекратится и все вот эти встречи а и больше не будет своей жизни ты же их так любишь я прямо слышала вот это вот голос и вот этот голос мне давал мне понять что вот это вот все это есть настоящая любовь вот это есть то принятие которого я хочу веселье алкоголь вот эти приятели все он не говорил вот это тебе нужно это то в чем ты нуждаешься а бог звал меня к себе и говорил отдай мне свое сердце и это был нежный любящий такой отцовский такой голос и вот эта борьба я помню в тот момент мое сердце она она просто как разрывалась вот на части и я приняла решение вот стоя там я приняла решение да это сейчас весело это сейчас меня как-то уводит от реальности до чтобы мне забыть но я хочу быть с моим богом вот я так размышляла в тот момент я приняла решение что я отдаю свое сердце богу и эта борьба прекратилась но я все равно продолжала делать то что я делаю моем окружении не было верующих людей я не знала где есть церкви вообще не знала про протестантские церкви ничего я продолжала встречаться с друзьями но это было уже больно это мое сердце она просто но она плакала мне было стыдно тяжело я ничего с собой не могла сделать и вот однажды я была в компании друзей это было поздно вечером как бы все было в разгаре там алкоголь все и я внутри себя очень явно услышала голос все хватит хватит я почувствовала такое такой стыд вот за все что я делаю сейчас жизнь я подумала а что я вообще сейчас со своей жизнью делаю куда я вообще куда я качусь у меня было внутри я не могу так больше жить я не могу так больше жить и я сказала ребятам извините я поехала домой не надо домой ребят никто ничего не понял меня не ну меня буквально не отпускали я просто я вырвалась и я побежала по дороге это было за городом мне нужно было успеть на последнюю электричку сесть чтобы уехать домой я шла по дороге и я помню когда я шла я молилась я плакала я просила у бога прощения вот за за все что вот такое ощущение что ты все ты уже но не ниже вот это было мое дно мое куда я пришла что ниже уже некуда и мне тяжело я не могу и как сказал один человек что мне было богу нечего отдать кроме своих грехов вот у меня было такое же понимание и ощущения я плакала я говорила господь прости меня я не могу так больше жить возьми мою жизнь я я устала я я вот устала от этого от этой грязи я устала от этого и когда я так молилась вдруг я почувствовала что бог рядом со мной вот близко рядом что он со мной вот на этой дороге по которой я шла он здесь это и сейчас я понимаю это было бы уже присутствие но я не знала тогда но я поняла только одно очень сильно что он меня любит и это было такое шокирующее понимание потому что я думала что мне никто вообще не любит но что я просто какой-то лишний человек на земле и вдруг рядом со мной стоит тот который меня любит вот такой какая есть я я была очень поражена этим и я почувствовала как бог вот и не знаю как это происходит но вот он вытащил из моего сердца вот эту грязь боль тяжесть все я ощущала это вынул изменяет и он меня простил то есть вот это ощущение он меня простил и и сразу же пришла такая радость такая свобода такое чувство что что-то вот новое что-то новое оно пришло в твое сердце в твою жизнь и я шла шла по дороге когда я дошла до электрички я была уже другим человеком я не знала что такое рождение свыше я иногда читала библию но я не понимала что-то со мной произошло я знала только одно я отдала свою жизнь богу раз и навсегда я сказал внутри себя если он меня так любит я буду жить для него каждый день очень важное самое важное что может быть вообще в нашей жизни это то что бог он любит вас любит вас такими какие вы есть в той ситуации в которой вы находитесь прямо сейчас с вашими переживаниями с вашей радостью или с вашей болью он любит вас очень сильно безусловно беспредельно его сердце она открыта для того чтобы слушать принимать принимать вас свою любовь я просто хочу сказать что это самое высшее призвание это быть находиться в божьей любви переживать его присутствие быть рядом с ним быть с отцом и постоянно переживать вот эту его любовь нежную исцеляющую потому что он восстанавливает он исцеляет и он поднимает нас и он сказал придите ко мне все труждающиеся и обремененные я приму вас он принимает нас от всего своего сердца его объятия открыты поэтому пусть наши сердца всегда будут открыты для него чтобы нам принимать тот чудеснейший дар который он дает нам это его любовь